На портал Газгет поступил вопрос. Кому можно делать послабление во время поста? Ну, больным людям. То есть, когда человек болеет, основная, ну, понятно, есть лекарства, процедуры медицинские, но и в том числе пища. Наше тело зависит от пищи, от ее качества, количества и так далее. И, естественно, для больных людей иногда требуется скоромная пища. Ну, например, когда человек анемия, ему требуется красное мясо, например, да, чтобы его, так сказать, кровь нумерализовалась. Ну, и так далее. Или требуется, там, морочная пища какая-то, кисломорочная пища, например, да, там, при болезнях, допустим, кишечник, возможно, там, еще что-то. Вот, поэтому или просто человек уже настолько немощен, что, знаете, хоть стакан бульончик бы выпил, уже хорошо. Хоть как-то поддержать организм болящий. Вот, поэтому какая, какой пост у больного? Строжайшая диета. Понятно, что если тебе разрешили мясо, необязательно в пост это мясо прям готовить, там, всякими соусами, там, и так далее. Свари его, там, с солью, что называется, да, вареное мясо и съешь. Если тебе как лекарство нужно, ну, да, вареное мясо, вполне обязательно это, вот, там, всякие-то розбифы, там, и так далее. Хотя, когда человек, например, совсем плохой аппетит из-за болезни, и он хоть бы что бы съел, хоть что-то у него там взбитило, может, даже и всякие розбифы и соусы. Если, конечно, это не вредит ему здоровью. Вот. Но вот так, в принципе, если вот диета, все-таки, когда диета, человек не всегда совсем там еле ходишь, называется, еще не ест, а просто ему, ну, полезное, тогда вот просто попроще, готовь себе, чтобы не было какого-то такого, знаете, сугубо чревогодия. А действительно ты ел, это как полезно для здоровья. Кстати, говоря, вареное мясо, оно намного полезнее, чем, там, шашлык, например, где жутко. Это очевидно. Вот, опять же, если ты больной, то делай строжайшую диету. Конечно, не пользуйся диетой, как способ, что, ну, все, теперь можно есть все, даже, что из-за рамки диеты выходит. Есть диета, там, что-то, например, нельзя. Например, мясо вареное можно, опять же, самое то же самое, да, а жареное нельзя, потому что там гастит какой-нибудь, калит и так далее. А человек уже думает, а, мне мясо можно, он уже там все, наворачивает все, что угодно, да, и всякие острые соусы, что ему категорически нельзя, где его жутко. Вот так же так нельзя делать. То есть диета к диету. Диета для здоровья. Вот ее соблюдай. Вот. И, конечно, в этой ситуации надо это компенсировать, чем отсутствие поста? Сугубо борьбой с помыслами, сугубо стараться, сугубо как-то более внимательно молиться. Вот. И, конечно, не терпеть болезни свои без ропота, потому что болезни, они прекрасно заменяют с духовночьим зрением пост. Страдающий попротив перестает грешить. Многие люди, которые заболели, они потом говорили, батюшка, ой, как сразу там во многих местах легче стало, ну, то есть по телесу-то стало хуже, а вот духовно стало легче. Вот. И вот неси болезнь свою, терпение, с благодарностью Богу. Вот. Ну, лечись, конечно, по возможности. Сколько медицина позволяет. И ты вот через терпение болезни можешь получить больше благодати, чем даже от каких-то других видов поста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok